Уже третий год школьники старших классов учатся ответственно относиться к своему здоровью, а также вести здоровый образ жизни. Сегодня ярмарка полезных привычек прошла в школе номер 3 города Читы. Дети, конечно, здесь узнают о правилах здорового образа жизни, о том, как сделать правильный выбор, о том, как сохранить свои персональные данные, как уметь их защищать, и также вообще узнают о своем половом созревании, о возрастных особенностях и так далее. В благотворительной акции приняли участие специалисты различных социальных, медицинских и правоохранительных служб. Ну, прежде всего, когда предупрежден, называется вооружен, это самый, ну, наверное, девиз нашей акции. Дальнейший путь учеников начинается со школы. Вообще, жизненный путь начинается со школы, именно со здоровья, которое приобретают в школьные годы. Школьники с большим удовольствием приходят к специалистам, чтобы обсудить интересующие их вопросы. К нам приехали специалисты разделичных центров, и я очень хочу пообщаться с каждым из них, узнать что-то новое для себя. Особенно мне интересно было бы пообщаться по поводу вреда алкоголя и сигарет. Главная проблема, по мнению специалистов кожно-венерологического диспансера, недостаток общения с родителями на неудобные темы. Дети получают искаженную информацию из интернета и совершают множество ошибок. Например, рано начинают вести половую жизнь, попадая в непонятные и иногда очень щекотливые ситуации, после которых приходится обращаться к врачам. Очень важно, очень важно просвещать ребят, потому что на такие темы мало кто с ними разговаривает. Когда дети знают об этом, они уже делают осознанно выбор, да, и они уже знают больше информации, где-то даже боятся, и реже обращаются в стационар. Ярмарки здоровья будут проходить в разных школах города в течение всего года. В текущем учебном году планируется охватить более трех тысяч учащихся. Анна Хвостова, Серафима Ляхова, Андрей Шаронов. Время новостей.